Ямало-Ненецкий окружной комитет КПРФ ознакомился с докладом «Мы полностью согласны с тем, что пришло время объединить усилия всех здоровых сил, которые выступают против обнищания и вымирания России, деградации ее экономики, образования, медицины, культуры, массированного наступления на права трудящихся со стороны капитала, против антинародной и разрушительной политики власти, за политические свободы и социальную справедливость. Никто, кроме КПРФ, которая выражает интересы большинства граждан, сделать это не в состоянии». Товарищи, 13 сентября состоялись выборы в законодательное собрание ЕНАО. И да, как сказано в докладе, в преддверии выборов менялись правила игры. Кроме того, что было изменено законодательство прямо накануне выборов и убрана общерегиональная группа, увеличено минимальное число кандидатов. То есть на 11 депутатских мест по списку, а всего 22 депутата у нас в Заксобрании, надо было выдвинуть не менее 18 человек. Это как минимум. Ко всему прочему, добавилось и трехдневное голосование. По итогам голосования за Конституцию стало понятно, что бюджетников принуждают голосовать в первые дни. Однако наши проправительственные политтехнологи даже не увидели в этом нарушения и через СМИ заявили, что это всего лишь корпоративная мобилизация. Полностью согласно с тезисом доклада, что избиратели отворачиваются от единой России. Мы были свидетелями того, как наших товарищей в других регионах лишали возможности участвовать в выборах. В этой связи считаем, что окружной комитет выбрал абсолютно правильную тактику. Мы обратились в соседние регионы, в первую очередь Тюменский обком КПРФ, дать нам кандидатов для того, чтобы не оказывалось давление. И невозможно было бы развалить наш список, снять его с выборов. Конечно, у власти появилась возможность поюрничать на эту тему, но давить на кандидатов возможности не было. Еще раз благодарим тюменских коммунистов во главе с Тамарой Николаевной Казанцевой. Ямало-Ненецкий автономный округ относится к региону, который по сути не является свободным. Нынешняя власть в лице бюрократии пытается лишать людей достоинства, предлагая им непростой выбор – относительное благополучие или сотрудничество с оппозицией. Люди боятся не просто вступать в КПРФ, они боятся быть членами избирательных комиссий от нас, потому что могут повлиять на членов семьи, надавить на работе, да и просто можно потерять работу. Мы понимаем, и жители округа уже тоже понимают, что главное, что есть на Ямале – это отсутствие какой-либо свободы. Если появляется какой-либо активист, на него сразу же начинают клеить ярлыки и через средства массовой информации пытаются просто осмеять любые его действия. Так было с нашим активистом Ейко Сиротета. Так возбуждалось уголовное дело на второго секретаря окружного отделения Александра Шмаля. Поэтому мы полностью согласны с тем, что необходимо создать комитет по защите граждан от произвола властей, политических репрессий, от информационной клеветы, о котором вы, Геннадий Андреевич, говорили. Второе. Такого ужасного расслоения, как на Ямале, наверное, нет ни в одном регионе страны. Разница в доходах, она просто чудовищная. Она разница в сотни раз. Зарплата трудящихся уже стремится к минимальной. Это в арктической зоне, в самом благополучном, как говорят, регионе России. Капитал не желает платить работникам, даже если имеет на это все возможности. Полностью поддерживаем тезис доклада о том, что захват Компартии инициативы на оппозиционном поле заставил власть прибегнуть к новым манипуляциям. В нашем случае это выдвижение партии КПСС, которая полностью состояла из сотрудников администрации муниципальных образований, мопов, гупов и так далее. И главная ее цель это были нападки на меня, как на регионального лидера. Товарищи, на протяжении всей выборной кампании выступали различные псевдо-оппозиционеры. Они пытались освеять нас, но в итоге у них ничего не получалось. Нам не дали провести ни одного митинга, ни одного пикета. Но тем не менее мы встречались с нашими избирателями, проводили встречи, ходили по домам, от двери к двери. Ну и день голосования стал для нас самым настоящим испытанием. Мы благодарим организацию «Левый фронт». Еще раз, Сергей, вам спасибо. Саннар, «Голос», Свердловский обком КПРФ, лично Сергея Голубева, которые помогли закрыть два города членами комиссии с правом совещательного голоса. Председатель общественной палаты ЕНАО открыто и публично оскорблял наших помощников, называл их провокаторами, но тем не менее на участках в городе Ноябрьск, где я как раз баллотировалась, удалось аннулировать несколько сотен бюллетеней и приостановить надумное голосование. Именно поэтому мы там и получили мандат. Мы видим, как фракция КПРФ в Государственной Думе борется за демократизацию политической жизни. Вчера состоялось заседание законодательного собрания ЕНАО. В избирательное законодательство округа внесены поправки о трехдневном голосовании, о наблюдателях и другие. КПРФ категорически выступила против данных поправок. Учитывая сказанное ранее в докладе о потере «Единой России» своего электората, единственное, на что еще рассчитывает партия власти, это на участковые избирательные комиссии, на председателя, заместителя председателя и секретаря. Вот их оплот и надежда. Поэтому мы считаем, что главное, что нам необходимо сделать, одна из задач, это, конечно, качественная подготовка наблюдателей на выборах. В наших условиях это делать сложно, но возможно. Хочу сказать, что в одном из национальных поселков Ямальского района даже на этих выборах КПРФ набрало 26%. В докладе, который мы изучали, перечисляется урезание расходов федерального бюджета на развитие страны и поддержку граждан. Власть направляет все меньше ресурсов. При этом в нашем регионе вновь предоставляются налоговые льготы топливно-энергетическим компаниям. Бюджет теряет сотни миллионов, которые могли бы пойти на развитие округа и страны в целом. Ну и в заключении хочу сказать о Народно-патриотическом фронте. Мы полностью поддерживаем эту идею. У нас в регионе за последние годы создан Союз Советских Офицеров, Женское движение «Надежда России», начал работать комсомол, развивается ветеранское движение «Дети войны». И, конечно же, мы работаем с лидерами общественного мнения. Конечно, сложно работать с профсоюзами топливно-энергетического комплекса, сами понимаете. Но с лидерами общественного мнения мы работаем. И все эти люди объединяются вокруг коммунистической партии Российской Федерации на Ямале. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...